Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июля, я буду первый раз, будет у меня первый сбор урожая, потому что некоторые сорта висят уже очень долго, нужно их употреблять в пищу. Сейчас я вам последний раз покажу и скажу, какие сорта у меня поспели в первую очередь. И какие из них при длительном вот таком хранении растрескались, а какие нет. Я специально выдержала подольше, чтобы посмотреть, какие сорта склонны к растрескиванию. Но про русские колокола я уже знаю, он у меня не первый год, он не растрескивается. И вы видели, что он поспел уже давно, одним из первых, ни одной трещины на нем нет. Также не растрескалась нисколько госпожа Удача и Настенька. Вот госпожа Удача тоже одну из первых поспела. Она вот есть прям спелая-спелая, вот это вот даже переспелая, можно сказать, но ни одной трещины нет, несмотря на то, что я поливаю обильно. У нас продолжается жара, жаркая погода. Про русского богатыря ничего не буду говорить, потому что он еще не переспелый, но я его буду тоже срывать. Но судить о том, трескается он или нет, но вот в такой стадии, ну вообще вот эта вот вся спелая тоже не треснула. Треснули у меня те сорта, которые я в этом году посадила первый раз, и которые купила в магазине. Вот первые, которые поспели, вот большие, они треснули, и те маленькие тоже треснули. Значит, можно сказать, что этот сорт склонен к растрескиванию. Некоторые вообще есть не трескаются. Вот этот сорт, тот самый, который я называю вам сибирский изобильный, но одна девушка уже написала, что это не этот сорт, она выращивала и знает его. Но я спорить не буду, потому что купила в магазине вот то, что мне в пачке дали, под названием сибирский изобильный. Вот я его теперь так и называю, это у меня сибирский изобильный. Вот он, к сожалению, несколько плодов потрескалось. Видите, прям трещины такие хорошие. Но так как мы их не для продажи, а для употребления в пище, я не считаю это большим недостатком, для нашей семьи это не недостаток, мы сегодня их съедим и с трещинками. Там вот поспел еще сорт румяна, вдалеке там поспел чудо земли, начинает спеть хлебосольный, вот видите, как в фазе меланжевой такой зрелости, начинают спеть голубые ели. Короче, поспела русские колокола, госпожа удача, Настенька, потом сибирский изобильный, чудо земли, вечный зов, русский богатырь, и начинают спеть хлебосольный, голубые ели. Ну и пока все. В следующем видео я расскажу про выращивание в баклушах, какие наблюдения я про это, ну как, какое мнение у меня, потому что я нынче первый раз выращивала в баклушах. Ну вот пока, до свидания. Я когда соберу все эти томаты, проведу дегустацию, вам обязательно поделюсь впечатлением, действительно ли они такие мясистые, сахаристые, как о них пишут, какие они на изломе, все постараюсь показать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok